Хорошо Рикошет Продолжаем программу Рикошет В прямом эфире Дэвид Зан Радио и канала RTN Гость сегодня политик Константин Боровой До рекламы Константин сказал о визите главы FBI ЦРУ Да простите главы ЦРУ Бернса в Россию до начала войны в Украине И мой вопрос Константин на каком уровне эти переговоры происходили Есть ли у вас какие-то предположения или информация Это официально опубликовано есть на сайте госдепартамента 4 ноября Бернс встречался с Патрушевым Таким советским динозавром, который постоянно рассказывает о заговорах против России Он встречался с руководителем службы внешней разведки И по косвенным данным По телефону общался с Путиным Это было время, когда Там фотографии, я помню И Бернс, и Патруш в масках Это было время, когда Путин очень боялся встречаться Лично с людьми И обсуждались вопросы, связанные с Ираном Обсуждались вопросы, связанные с Украиной Но это секретные переговоры Понимаете, я думаю, что когда Вернется республиканская администрация Какие-то расследования, связанные с войной в Украине Будут начаты Но они необходимы Потому что это Мы используем слово договорняк Вот это типичный договорняк Понимаете Война, которая была начата по договоренности Которая решала целый ряд вопросов Стратегических, тактических Главный стратегический вопрос Для демократической партии И это стабилизация положения в Европе Тогда очень сложные отношения были Между Россией и Украиной И из-за этого Очень страдала Германия Поставки газа Поставка энергоносителей И вообще сырьевых ресурсов Осуществлялась не так гладко Как это могло быть Или должно было быть Вот И в общем Так же, как в 2014 году Демократическая администрация Решила пожертвовать Украиной Ну Понимаете При решении вот таких Глобальных вопросов Социалисты Циники Они идут на такого рода жертвы Подумаешь Там какая-то Украина Не очень серьезный игрок На политической сцене Подумаешь Она будет вся Оккупирована Путина Ну Пусть будет оккупирована Зато стабильность Стабильность рабочих мест Германии Не надо Заставлять европейцев Увеличивать Как Трамп предлагал До 2% ФВП Свою оборону Вот Многие политические вопросы Во взаимоотношениях С европейцами Решались бы И жертва всего-навсего Какое-то незначительное Государство Украин В результате Появился очень сильный игрок На мировой сцене Сейчас вот все говорят Там НАТО Будет ли Украина принята в НАТО Украина сама по себе уже Во-первых, член НАТО Потому что Сражается хоть и одна Но Оружием НАТО И защищает ценности Которые должны Были бы защищать Страны НАТО Во-вторых Украина стала Настолько сильным игроком Что Она уже Представляет из себя Такой новый центр власти В западном мире Центр власти Который поддерживается Восточными европейцами Понимаете Когда-то Это называлось Так сказать Ну вот наша Восточноевропейская позиция Инвалидной Инвалиды коммунизма Понимаете А сейчас она В общем Стала доминирующей Потому что Получила подтверждение Этот режим в России И так Уж И безопасен И Он опасен Не только для Финляндии Швеции Странбалтии Украины Польши Он опасен Для всего мира И Украина Стала Де-факто Лидером Вот этого Нового сообщества В том числе В НАТО Сегодня Многие страны Члены НАТО С большим Вниманием Прислушиваются К позиции Украины Чем К позиции Соединенных Штатов Которые Раньше Имели Ну такое Доминирующее Безапелляционное Положение В НАТО Если на секунду Вернуться к Бернсу Есть ли какой-то Символизм В том Что именно Он прилетал В Россию А не Патрушев Например В Соединенные Штаты Значит ли это Что именно Он был Инициатором Этой встречи Да Это значит Что Соединенные Штаты Были очень Заинтересованы В Разрешении Этой конфликтной Ситуации В Европе Это значит Что Тут есть Еще один Момент Понимаете Очень многие Бывшие послы Соединенных Штатов В России В Советском Союзе Ну в России Они испытывают Сильное влияние Спецслужб Российских Которые находятся Сегодня Власти Скажем В 2014 Году Заместителем Генерального Секретаря НАТО Вот в тот момент Когда Россию Фактически Подарили Крым Заместителем Генерального Секретаря Был Александр Бержбов Это Представитель Демократической Партии Который Был В очень Плотных Отношениях С Российскими Спецслужбами И даже Его Критиковали За то Что он Превратил Свою Резиденцию Спаса Хаус В клуб Бывших Чхекистов Должен Сказать Что мне Главного Редактору Журнала Америка В России Мне Было Отказано Несколько Раз Визите В посольство Именно Потому Что Моя Позиция Была Такая Против Путина Против Чхекистов А это Не было В интересах Как считал Вержбу В интересах Его И Соединенных Штатов Владимир Путин Буквально Сегодня Сказал Вернее Заявил О завершении Этапа Я Не сказал Вам Что Директор ЦРУ Тоже Бывший Посол Наверное Вы это Знаете Посол В России Да Простите Да Путин Сегодня Заявил О завершении Этапа Восстановления Экономики В России Это Интересное Как мне кажется Заявление Вот Экономика России Выдержала Беспрецедентное Внешнее Давление И полностью Восстановилась Заявил Владимир Путин Ну вот В течение Вернее В каком-то В ходе Какого-то Совещания Федерального Ну Из Тех Данных Которые У меня Есть Якобы По Сообщению Путина ВВП России Вышло На Уровень 2021 Года То есть Это До Войны В Украине Как такое Возможно Константин Учитывая Огромное Количество Санкций Которые Наложили Страны Запада На Россию Как Вообще Это Реально Ну Это Все-таки Другая Экономика Это Экономика Которая Доминирует То Что Создал Путин Его Окружение Экономика В которой Доминирует Госкорпорации Экономика В которой Нет В общем Самой Главной Так Сказ Силы Двигателя Это Малый Средний Бизнес Его Просто Нет Несколько Лет Назад Оценки Давали 3 3,5 Процента В бюджете Россия Занимает Вот Эти Поступления От Малого Среднего Бизнеса Реального Вот При том Что Во Всякой Стране Нормально Это 50% Чуть Больше Чуть Меньше Вот Это Во-первых Во-вторых В этих Условиях ВВП Растет Ну вот Вы же Понимаете Что Строительство Противотанковых Заграждений Это Тоже Бизнес Так Сказать Ну Бизнес Который Оплачивает Государство Из Средств Поступающих От Продажи Сырьевых Ресурсов То есть Это Кэшфлор Это Оборот Понимаете Тот Который Собственно И создает ВВП Государство То Что Касается Санкций Ну Ситуация Катастрофическая Понимаете Это Санкции Там Осталось Ну Только Моральное Воздействие Санкций Всем Известно Что Это Бандитский Режим Что С ним Нельзя Иметь Дело Но Все Те Необходимые Скажем Элементы Вот Электроники Которые Нужны Для Ведения Боевых Действий Они Поступают Бесперебойно Без Всяких Проблем Все Компании Ну Не все Большинство Компаний Которые Торгуют Ресурсами Они Просто Не Возвращают Прибыль ЦБ Центральному Банку Там же И расходу То есть Все Это Идет Мимо Санкций Вот Арестованные Там 300 Миллиардов Долларов Центральному Банку Уже Возвращены Самое Главное Понимаете Это Ну Вот Любимая Технология Социалистов Идет Пропагандистская Компания Которая Рассказывает Как Сильно Весь мир Борется С олигархами Российскими Олигархами Названные Предприниматели Там Из 90-х Ну Они Конечно Взаимодействуют С властью И Возможно В чем-то Виноваты Но Это Микроскопическая Доля Того Что Делает Власть Ну вот В области Бизнеса В области Там Финансовых Ресурсов Олигархи Настоящие Не там Фридман Авен Который К Войне И к управлению Государством Умеет Очень Гористное Отношение А олигархи Настоящие Там Якунин Ротенберг Остальные Там Члены Условно Говоря Общества Озера Кооператива Озера О них Никто Не упоминает И Никто Об этом Не говорит Они Спокойно Функционируют Они Получили Гражданство Западных Государств Финляндии Франции Чехии Соединенных Штатов Свободно Функционируют Инвестируют Огромные Огромные Вот то что Просто На поверхности Вот этот Рынок Недвижимости Вот здесь В Лос-Анджелесе Но я Это просто Вижу Понимаете Размещение Огромных Средств Речь идет Не о Нищем Фридвоне У которого 12 Миллиардов Доллар Просто Нищий По сравнению С настоящими Олигархами Путинскими Которые Оперируют Триллионами Понимаете Не десятками Миллиардов Не сотнями Миллиардов Триллионами Этого Никто Не видит Вот это Главная Проблема Сегодня Потому что Понимаете Ведь они Готовятся К будущему Они готовятся Чекисты Кремлевские Они готовятся К моменту Когда Им безусловно Придется Уйти Из России И тогда Их воздействие Очень опасное Воздействие Будет сказываться В других Частях Мира И это Очень опасно Есть у меня Очень Что называется Быстрый вопрос Там не о чем Говорить Тем не менее Мы видели Новости О состоянии Здоровья Главы Чечни Рамзана Кадырова И Мне просто Хотелось бы Узнать ваше мнение Что на самом деле Происходит Говорят о том Что он в тяжелом Состоянии И Чуть ли не В предсмертном Состоянии Сам Кадыров Вышел Сегодня В телеграмм На связь Что называется Выложил видеоролик Сказал Что все с ним хорошо Но очевидно Что это не так Считаете ли вы Что К этому Причастен Кремль Или нет У Кадырова Очень сложные В отношении С российскими Спецслужбами С теми Кто В общем Определяет Политику Кремля Сегодня Россия Принадлежит Российским Спецслужбам Ну так Если попроще КГБ Понимаете И Им не нравится Кадыров Путин Использует Кадырова В этой Внутренней игре Спецслужб Подпитывает Иногда Иногда Стравливает Их Между собой Вот Недавняя Эта история С Пригоржиным Это вот Проявление Этой Внутренней Борьбы Когда Спецслужбы Пытались Бороться С военными Силовиками За бюджет За влияние До Путина Вот Кадыров Раньше Во всяком Случа Очень активно Продвигал Себя И Пиарил Себя И пытался Даже Был момент Несколько лет Назад Когда он Ну почти Открыто Заявлял О своих Претензиях На оппозицию Такого Министра Всех Спецслужб Я помню Даже Говорили О том Что Возможно Кадыров Может быть Президентом России Да Даже Об этом Говорили Вот Он Раздражает Спецслужбам И У них Это Инструмент Очераспространенный Отравление Они Действуют Им Широко То есть Исключать Возможность Того Что Спецслужбы Могут Быть Причастны К Отравлению Кадырова Нельзя Да Понимаете Есть Обратная Сторона Вся Этой Проблемы У Кадырова Базы Есть В Арабских Эмиратах В Саудовской Аравии Каждый раз Когда Возникает Какая-то Сложная Ситуация Он Просто Эвакуируется Садится На самолет И улетает Вы считаете Такое Возможно Он Может Просто Убежать В Случай Чего Каждый раз Когда Возникает Сложная Ситуация Когда У него Возникает Ощущение Опасности Он Улетает Из России Вот Я бы Следил За Самолетами Не За Его Выступлениями А За Его Самолетом Находится Леон На территории Чеченской Республики Или Уже Вылетит Журналисты Говорят По состоянию На утро Видео Которое Было Опубликовано Сделано В каком-то Парке В Грозном То есть Скорее всего Ну По состоянию На утро Опять же Окей Идем дальше Есть Есть Такая Информация Артем Чтобы Навершить Эту Тему Он Тем не Менее Все-таки Не Ключевая Фигура Понимаете На Политической Сцене В России Его Отстранение От Власти Уход Ну Никакого Существенного Влияния На Расклад Сил Даже В Кремле Не Окажет Ну Это Наверное Создаст Для Кремля Даже Больше Проблем Ну Понимаете Это же Противостояние Это Внутренняя Борьба Она Всегда Создает Проблемы Сейчас Насколько Я знаю Очень Активизировались Чеченцы Которые Противостоят Кадыру Те Которые Борются За Независимость Чеченской Республики Очень Может Быть Что Так же Как И с Ахматом Кадыровым Ну Вот Они Решили С ним С Рамзаном Кадыровым Разобраться Тем более Что У него На руках Кровь У многих Достойных Людей Тюрьмы Свои Частные Там Использовал Пыточные Камеры То есть Его Есть За что Убивать Мне Интересно Вот В этой Ситуации Сам Кадыров Он Понимает Что К его Здоровью Могут Прилагать Руку Какие-то Спецслужбы Ну Конечно Во время Чеченской Войны Это Был Один Из Самых Распространенных Инструментов Разборки Между Российскими Спецслужбами И чеченцами Яды Они Применялись Как с одной Так и с другой Стороны Причем Применялись Очень Современные Яды Такие Как Новичок Там И другие Вот Очень Широко Очень Дого Людей Пойти Было Идем Дальше Количество Иммигрантов Из России В США За год Выросло На 158 Процентов Как Говорит Служба Иммиграции Соединенных Штатов Если Например В 2021 Году Число Просителей Убежища Было 3000 С небольшим За год То Уже В этом Году По состоянию На 10 Сентября Более 8000 Понятно Что мы Константин С вами Эмигранты И Тоже Имели Причины Для того Чтобы Эмигрировать В Америку Тем не Менее Сейчас Многие Люди Бегущие Из России Опять же По заявлению Властей По официальным Заявлениям Бегут Потому что Боятся Мобилизации Мобилизации Или призыва В армию Или просто Потому что Не хотят Идти на войну Но Как говорят В ДХС В иммиграционной Службе Это не Является Основанием Чтобы просить Убежище И это убежище Не будет Выдано Как вы Считаете Вот Перспектива Дальнейшая Какая у Этой Ситуации Я имею Ввиду И людей Которые Уже Оказались На территории Соединенных Штатов И вообще Возможно Ли представить Себе Какую Либо Программу Для этих Людей Или Какую То Помощь Хотя бы От Соединенных Штатов Чтобы упростить Этот процесс Ну Во-первых Артем Ну Это же Капля в море Понимаете Ну 8 тысяч По сравнению Там С двумя Миллионами На Южной Коранице Ну Просто Просто Ничего Да Тем не менее Разговор ведется Понимаете Обозначена Цифра Это значит Что Власти Обсуждают Ее И Власти Говорят Что Ребята Готовьтесь На выезд Что называется Нет Ну Эта практика К счастью Не очень Применяется В Соединенных Штатах Там Отказ От убежища Вот И Мы Мы правы Что Это Недостаточно Основания Для получения Убежища Нежелания Служить В российской Армии Ну Сейчас У нас Очень Очень Много Компаний Которые Ловерских Которые Занимаются Этими Вопросами Насколько Я знаю Ну Это Действительно Там Микроскопическая Сумма Там Восемь Девять Тысяч Понимаете Это Даже Обсуждать Это Как-то Только В Грузии По-моему Там Маленькой Маленькой Микроскопической Грузии Там Где-то Около Ста тысяч Уже Беженцев Вот Я думаю Понимаете В данном случае Ситуация Немного Абсурдна Потому что Соединенные Штаты Говорят Вот Люди Которые Сбежали Из России Не хотят Служить Не хотят Идти на войну Хотят Избежать Службы В армии Значит Это Недостаточное Основание Для того Чтобы Просить Убежища И оставаться На территории Соединенных Штатов Тем не менее Получается Что Если Эти люди Остаются На территории России Они Например Если им Выданы Повестки Они Обязаны Идти На войну И убивать Людей Ну это же Абсурд К сожалению Наш час В эфире Подошел К концу Мы сейчас Уйдем На большой Перерыв После которого Будем принимать Телефонные Звонки Продолжение следует...